всем привет напишем вот такой вот мотив я взяла примерно такой за образец но единственное что я хочу показать вам сегодня как мы будем работать в смешанной технике потому что я хочу немножко изменить эту картину сделать ее более яркая контрастная и также хочу показать как работать вместе со структурной пастой с акрилом и с маслом вот я сейчас сделаю примерно такой набросок для чего для того чтобы я буду этого начали я немножко набросала вот сейчас вам показываю более таким ярким карандашом так это сюда заворачивается и вот тут идет вот эта линия для чего для того чтобы нам вокруг сделать структурный фон сейчас по клеточкам видно но у вас будет набросок для переноса так здесь у нас чуть ниже середины идет большой листик с всякими волнами он идет наверху то будут у нас наши тычиночки вот и наверху вот здесь у нас такая потуга и вот такой вот интересный листик вот здесь у нас тоже вот так зогнуты вот так это доперед листья потом носа это какой-то листиком сзади так здесь у нас тоже такая линия изгиба даже как-то его но то я же потом найду так да и вот здесь тоже у нас такое загнуты край нашего и риса или это делал карандашом цветами меня такие карандаши которые стираются даже вот к этому углу она идет так вот так вот этот листик вот сюда вот у нас задний листик чуть-чуть его так а вот здесь тоже на стеке вот желтые тычиночки это меня ну и наш стебелечек куда-то туда идет все принципе нам больше от наброска ничего не надо вот тут вот у вас будет распечатка такой более меня карандаш на набросок удобная это вот как бы середина холста если с построением тяжеловато то переносите по наброску здесь можно же какие-то там волны сделаю еще так побольше вот вот такой набросок и теперь я возьму структурную пасту любые видите какая у вас есть у меня вот такая хэйвий гель сегодня амстердам вот она такая пластичная довольно таки как вот такая силиконовая какая-то такой эффект вот и сейчас вокруг для чего для нанесла чтобы вокруг я сейчас спокойно могла нанести какой-то структурный фон разберу мастихина и под края под самые края вот так роликом не нажить и чтобы было некрасиво лучше вот немножко его как-то размазать по большему стихия возьму можно даже чуть-чуть где-то найти там и на наши контуры ничего страшного такой довольно вкусно у меня тоже банка давно принципе стоит и как-то я и все нет не пользовалась и вот он уже не мне кажется он был раньше такой жиле жить и сейчас мы уже такой более густой конечно срок годности смотрите у всех структурных паста ну что очень часто они засыхают и более если вы уже открывали банку и пользовались то старайтесь все побыстрее использовать иначе просто выкиньте потом у меня такое бывает что я покупаю сразу много всего забуду это положу эту банку и все потом когда она мне нужно я уже ничего не могу сделать потому что уже засохшая паста паста здесь принципе не особенно пока я просто на нашу не делал никаких рельефов каких-то движений с мастер хина просто это Довольно густенькая накладывала, чтобы я могла потом с ней работать. То есть вы можете любую пасту использовать, даже самодельную, сделать ее, конечно, дешевле может самим. Я использую уже готовую. Даже вот тут где-то на стебелек найду специально, чтобы он был такой в переходе. Вот и теперь я возьму целлофан. Убаковка от этого холста. Так его скомкаю. Побольше складочек сделаю. Потому что я хочу такую структуру более интересную. Не как вот от мастихина, а вот от мастихина вот такую структуру тяжело сделать. То есть вот так почпокаю. С мастихином больше такие линии выходят. А вот так у нас такая шпаклевка. Эффект шпаклевки. После фольги можно взять мастихинчик и еще кое-где такие какие-то прорези сделать мастихинчиком. Такие как волны. Но не все. То есть вот эту мелкую фактуру можно оставить. А вот эту вот. Такой более фантастический. Такие вот как бы у огня. Вот такие. Пламя вот такое вот. Кое-где такими волнами. Помокрое. Вот жопа у меня подсыхает. Конечно очень. Вот это хэви гель называется. То есть он быстросохнущий очень. Вот когда я делала мастихином. Прям такие ролики потолще не уходят. Видите да. Вот. Но мелкая вот эта фактура оставьте ее. Я попробую даже тоненьким таким. Сильно длинно, неудобно волны делать, потому что им не развернуться. У меня холст в принципе не маленький, 40 на 50, обычно средний холст, но даже на таком холсте иногда мастихинки нужно поменьше подыскивать. Возможно какие-то на заднем фоне листики, эффект такими волнами. Уже подсыхали, придется даже новую брать. Но я не думаю, что у вас, если в России структуру Nopa все взять, она не так быстро сохнет, как вот этот вот гель. Даже это экстра хэви, то есть супер. Такой гель густой и сохнет довольно быстро. Вот такие. Так. Продолжение следует... 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 а потом взять большую кисточку пошире и пройти еще раз уже большой кисточкой побольше красочку можно брать и хорошо хорошо покрыть наш хвост обычно я также и делаю бока тем более это акрил высыхает быстро и у нас будут уже бока у картины тоже обработанные то есть раму можно принципе даже и не покупать покрываем все вокруг везде вот так все черным акрилом вот я покрыла на 2 раза акрилом черным и сейчас я вам хочу показать один эффект который может сделать по помощи под строительного фена возможно если васильный фен для волос и делает такой горячий воздух то тоже можно попробовать я честно говоря не пробовала таким известно что дольше времени требуется смотрите сейчас я вот этот вот строительный фен у которого там 500 градусов по моему 350 градусов температура при нагревании то есть если долго держать и сушить фон акрил да то акрил начинает сдуваться с этим феном нужно на быстренько работать но как раз таки вот этот вот сдутие можно использовать как специальные спецэффекты смотрите я сейчас предвижу камеру и покажу как можно сделать красивый эффект при помощи такого фена они кстати недорогие хозяйственных магазинах везде продаются вот любого производителя сейчас я вам покажу что я имею ввиду смотрите я включаю фен и буду держать просто дольше на одном месте видите краска начинает пузыриться сейчас я покажу на другом месте я уже тут кое-где сделала сейчас покажу вот еще видите вот Продолжение следует... 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 она у меня как бы плоская, но полукруглая, поэтому такие вот линии выходят, если будет круглая, то в принципе может и не сильно так линии будут такими волнистыми, лучше какую-то может даже плоскую, вот я взяла полукруглую, вот я перевернула, чтобы сверху там сильно неотвечу, ну вот так я примерно сделала, вот снизу не так много, если перевернуть, то внизу не очень много пока, вот и теперь я возьму сухую кисточку и без краски начинаю немножко растирать мою красочку, делать эти переходы более плавными, в черный втираю, но не забывайте оставлять вот эти черные, черные пятна, оно конечно отсвечивает, потому что все в масле сейчас на структурной пасте, оно немножко отсвечивает, свет если я выключаю, то темно довольно выходит, то есть вот я просто сейчас чисто даже вытираю иногда кисточку, не закрывайте, главное вот эти черные пятна, они у нас такую глубину придают, конечно можно всегда потереть салфеточка будет, если слишком много закрыли черного, вот темная дырочка, как бы глубину такую дает, вот как будто картина 3D, как то, как это будет, надо будет, я пойду вот эту нанести, вот так вот я посмотрю, как я вам покажу, как я беру целую каждую голову, я думаю, что там вот эти вот я не могу сделать, Так. Сейчас я переверну и сделаю на этой стороне, здесь у меня изначально немножко белил, побольше добавила, такое более какое-то светлое пятно получилось, я посмотрю, оставлю я его еще или нет, возможно даже я вставлю наоборот. Вот, если я хочу взять дырочку, вот я возьму сейчас в разбавитель немножко. И вот видите, можно подтереть, вот темные пятнышки наши, сделать дырочки, если нечаянно слишком много покрыли. Тут лучше несколько слоев даже сделать, отходить, то есть не сразу давать слишком много света. Старайтесь не оставлять темный кантик вокруг цветочка, то есть вот этот синенький, немножко прям до самого края цветочки, иначе будет такой черный контур вокруг цветка не очень красиво. Вот такой фон у меня получился. Здесь тоже есть синий, просто немножко отсвечивает, темно-синий он у меня, но немножко отсвечивает, видно, что да, вот он все-таки не черный. Вот, и теперь я возьму еще чуть-чуть побольше белил, тоже кисточку, и кое-где, то есть посветлее немножко сделаю голубой, и кое-где сделаю еще больше прожилочки, чтобы еще такой мраморный эффект получается. Видите, то есть вот такие вот волны очень хорошо, так как у нас еще структура внизу, кисточка как бы прыгает. Вот такие как бы дырочки делаем, прожилки такие. Пританцовываем кисточкой. И тогда линии наши, видите, какие ломаными выходят, не вырисованы, то есть они вот как-то сами получаются, вот так и должно быть эффект такой. Не сильно все ровно, а вот как раз таки наоборот. Вот такой вот мраморный эффект, вот так я сделаю сейчас вот внизу тоже. Просто чуть-чуть посветлее оттенком, то есть как бы еще один слой, еще одна глубина появляется. Такой фантазийный фон. Вот здесь если бы сильно не осветляла, пусть лучше глубина. За листиками вот этими сильно не делайте свет. Вот так. Редактор субтитров. Вот так. и опять я возьму кисточку сухую вот вытру и чуть-чуть пройду и смягчу кое-где линию потолще сделаю разотру ее где-то я оставлю такую прямую линию кантик ведь я возьму красочку и немножко я даже кое-где прям такими плоскостями светлыми делаю а черный вот оставила где-то вот линию так и оставлю где-то по венчике кисточку возьму потрую треугольничек сделала светлый вот просто просто сейчас я их все линии немножко сглаживаю чтобы они не были все равно такими явными как бы притаптываю вот видите какой эффект он равен но тут вот надо немножко немножко разгладить где-то из вещички снять не было такой явно явных контура в семьях чтобы они немножко как бы утонули в фоне эти голубые линии такие были растертые но тут надо добавить светлых чуть-чуть вот так мы его пригладим конечно можно играть до бесконечности вот я сгладила и посмотрите сейчас я приближу вам поближе чтоб вы видели что у нас получилось крупным планом эти вот такие мраморные эффекты то есть он уже совершенно не смотрится черным он все-таки на синий и вот поближе даже видно структуру вот видите мои вздутые точечки очень хорошо видно как камушки как мелкий мелкий песок структура кажется посмотрите вот тут посмотрите даже вот уже не знаю как вот вот так на свет видно какая структура то есть фон он не гладкий абсолютно и он видите как будто песком насыпано вот сбоку очень хорошо видно вот эти вздутия как будто песком насыпаны маленькие-маленькие как прыщички такие как сип какая-то но они все выпуклые вот и очень на свету очень красиво это вот играет и очень за счет того то что фон у нас не гладкий и свет отражается от всех этих выпуклостей вот очень красивый эффект получается издалека сейчас конечно вам будет плохо видно потому что отвечает немножко все так еще все мокро когда будем цветок писать будет уже хорошо видно цветок потому что на белом фоне лучше всегда видно вот края можете разговорителем кое-где подтереть если слишком зашли на края можно прям разговоритель салфеточка вытереть почистить перед тем как приступим к нашему цветку фон кстати можно сделать еще и с крапочком такой синий с крапочком даже фиолетовым но это можно сделать и в конце потому что у нас цветок все-таки будет фиолетовый поэтому лучше с фиолетовым не переборщить фон мы всегда можем доработать главное вот его сделали уже под под край самый вот синенькие или голубые линии чтобы не было черного контура и начнем делать цветок а когда уже цветок будет готов можно посмотрим нужно будет что-то добавлять возможно скорее всего даже вот таким долубеньким мы его и оставим то есть тут уже по желанию но главное чтоб не был он сильно выбивающийся то есть если мы еще какой-то добавим оттенок тут можно немножко переборщить будьте осторожны вот я потерла мои краешки чуть-чуть вот и начнем писать цветок цветок у нас будут нижние листья фиолетовые верхние листья будут у нас такие светлые практически белые и я хочу немножко рассказать сейчас вам про фиолетовые оттеночки ну вот я взяла отдельную палитру такую бумажную она покрытая такая блестящая видите не впитывается чтобы пачкать мою палитру на какое буду писать я хочу вам на другой палитре рассказать немножко про фиолетовые оттенки вот смотрите есть у нас конечно готовые фиолетовые оттенки вот ультрамарин фиолетовый кобальт фиолетовый темный там светлые вот такие красивые фиолетовые оттеночки вот краплак фиолетовый видите вот красивые фиолетовые оттенки вот но единственное что эти кобальты они все довольно дорогие вот ультрамарин фиолетового он такой немножко у меня как бы посветлее хотя но дали что кобальт что ультрамарин они очень похожи но они из таких из ними дешевых вот еще краплак фиолетовые вот но у него с краблаком красным не такая уж и сильно большая разница краблак вот красные сейчас но немножко чуть-чуть другой оттенок есть можно добавить немножко синенького и будет принципе тоже самое я хочу показать вам как можно намешать наш фиолетовый оттенок не имея вот этих кобальтов краплаков фиолетовых причем из самых обычных цветов и даже порой иногда таких неожиданных вот смотрите самый распространенный замес такой вот я возьму краплак розовый и это у меня голубая фице вот я беру прям с этой палитры пальцем голубой фице и добавляю белил вот и посмотрите какой у меня такой же фиолетовый оттенок очень красивый получается вот краплак красный или краплак розовый в принципе можно брать и тот и тот вот сейчас я возьму краплак красный голубую фице и белила видите они прямо практически одинаковые совершенно оттенки то есть это такой стандартный замес для фиолетового некоторые используют вместо голубого фице ультрамарин ультрамарин ну синий с красным вот но ультрамарин немножко да я его тоже как бы не очень часто использую особенно часто когда небо или вода а вот когда при живописи цветов я ультрамарин не очень использую потому что он немножко когда цветы красные или какие-то такие яркие он дает грязь немножко в живописи цветов при смешивании с красным и с кадмиями лучше голубой фице использовать вот но еще могу один показать замес еще один такой интересный как можно намешать красивый фиолетовый оттенок смотрите берем это у меня зеленая фице вот смотрите зеленая фице такая ядовитая яркая вот сейчас я возьму чуть-чуть еще белил и краплак розовый сейчас я белил добавлю просто чтобы увидели какой красивый оттенок получается просто что мало вот посмотрите какой красивый оттенок появляется у нас какой фиолетовый то есть сейчас я взяла побольше красного он такой выходит как краплак фиолетовый вот если побольше красного взять я добавлю чтобы вы видели вот видите чисто такой фиолетовый оттенок получается вот если чуть-чуть побольше зелененького возьму просто боюсь переборщить лучше два-три раза добавить чем сразу переборщить вот то получается вот такой темный красивый такой теневой оттенок очень красивый темно-фиолетовый вот видите то есть три оттенка они все практически одинаковые то есть можно сэкономить и не покупать вот эти дорогие краски кобальты фиолетовый ультрамарины фиолетовые а мешать самим вот так что смотрите у кого есть какие краски есть у кого готовые ультрамарин фиолетовый или кобальт фиолетовый пожалуйста можете их использовать Я не буду их использовать, хотя они у меня тоже есть. Я просто буду сегодня мешать эти же краски. То есть у меня на палитре сейчас Краплак розовый, Краплак красный, голубая ФЦ, небесная голубая нам не нужна, и зеленая ФЦ. То есть я буду мешать для нашего цветочка вот эти красные с зеленым или красно-синим. То есть тут, в принципе, вообще не имеет значения, с чем мешать, с зеленым или с синим, голубой ФЦ или зеленый ФЦ не имеет значения. То есть оттенок, на удивление, при смешивании, вот обратите внимание, в чем интересно выходит, при смешивании красного и синего и при смешивании красного и зеленого выходит один и тот же оттенок. Понимаете? Один и тот же фиолетовый оттенок. Вот что интересно. Понимаете? То есть что там будет фиолетовый, что красный, синим будет тот же фиолетовый. Понимаете? Ну что здесь просто надо немножко краплака добавить побольше. Вот в чем такая магия цвета. Посмотрите, одно и то же. Так что можно, конечно, экономить и не покупать вот эти дорогие кобальты. И ультрамарины. Фиолетовые оттенки вообще самые такие, из кобальты, из самых дорогих. Поэтому все это можно, конечно, намешать самим. Естественно, есть такие цвета, которые дорогие, чистые, такие ярко-розовые, как магента там или... Ну вот такие вот яркие. Вот их, конечно, чистыми намешать очень тяжело. А вот фиолетовые оттенки, тут, в принципе, не имеет значения, что мы будем брать. Потому что цветы, конечно, бывают и темные, и светлые. И зацикливаться прямо на именно чуть темнее, чем светлее я бы не стала. То есть здесь можно все подобрать нашими красками, которые у всех есть. Я думаю, краплак и голубая ФЦ или зеленая ФЦ есть у всех. Ну вот, и приступаем к нашему цветку. В верхней части, как я сказала, у нас будет светлые, ну то есть белые листья. Но они, естественно, не будут белые, то есть тень у них все равно будет такая фиолетовая. А нижние у нас будут, ну фиолетовые, фиолетовые, с красным кантиком, такие, с подсвеченным оранжевым. Поэтому начнем мы сверху. И я возьму белила. Ну даже чуть-чуть их разведу. У меня белила просто зависит от производителя, насколько густые белила. Если у вас белила жиденькие, достаточно льняного масла уже в тубе, то не разводите масло. У меня вот эти белила довольно-таки густые. Хотя у меня внизу же первый слой здесь масло. Но я чуть-чуть еще развожу, чтобы легче, чтобы пластичная краска была, чтобы легче было мне ее покрыть. И я покрываю белилами верхний цветок. Единственное, что вот тут у нас листик как бы отогнулся. И за вот этим листиком, вот нижняя вот эта часть у нас будет немножко в тени. Вот я как бы, вот сейчас даже возьму другую кисточку и очерчу. Как бы вот тень, вот так примерно у нас будет. Вот сильно темная я сделала. То есть до вот этой линии можно все смело белой красочкой заполнить. Все линии у нас идут по направлению, как бы вот сюда. Листик у нас вот сходится сюда. Поэтому тянем все по... Как вот листик у нас изгибается, точно так же у нас и направление линии идет. Почему делаем сначала белым? Хотя листик у нас все-таки фиолетовый будет. Но вот здесь у нас особенно правая часть будет тоже фиолетовая в тени. Но белый очень тяжело, легко потерять. И поэтому лучше сделать сразу белым и кое-где добавим тени. Если мы проложим в начале тени, а потом начнем осветлять, то здесь могут возникнуть трудности. Немножко мы можем потерять. Если за контуры вышли, ничего страшного. Но мы в конце всегда можем подправить, потереть. Какой щетиночкой чистенькой или ватными палочками в разглавитель окунаем и поправляем нашу контуры. Так, я вот эту линию немножко оттени наши, разотру. Так, и здесь у нас тоже как бы два листика. Вот этот отогнутый на нас и вот этот вот такой задний. Вот задний я тоже здесь белилками сделаю. И вот этот тоже отогнутый белилочками. Вот. Также наш вот этот сам отогнутый листик. Такой формы он как губки. Тоже его заполняю белилами. Вот. И теперь я возьму кисточку поменьше какую-нибудь. И проложу тени, чтобы было понятно. То есть я возьму и сделаю фиолетовый цвет. То есть вот синий, красный, белиловый цвет. Побольше белил. Вот такой красивый фиолетовый оттенок появляется у нас. Я даже побольше в сторону синего. Наверху я побольше синего добавлю. То есть фиолетовый цвет. То есть фиолетовый цвет можно намешать в сторону синего. Или в сторону красного. Вот смотрите. Вот это у нас будет такое. То есть даже цветы лаванды бывают. Синеватый и красноватый. Вот это в сторону синего. Если я возьму в наш состав добавлю больше краплака. То будет фиолетовый в сторону красного. Видите? похолоднее и потеплее два оттенка вот сейчас я сверху хочу сделать тени более в сторону синего сейчас мне кисточка слишком нормально вот в сторону синенького потому что нижние все таки листики нас будут в сторону красного в основном вот а так как здесь листья белые они более холодные тень такая сделан более в сторону синего более холодную вот и вот половину нашего листика красочки еще чуть-чуть синенького можно вот так у нас идет наш изгиб нашего листика и все наши вот эти линии с правой стороны листика идут вот к этой стремятся центральные листики центральной линии нашего листика то есть я делаю такие как бы прожил очки кисточками очень удачно разваливается то есть белая обязательно оставляем обратите внимание на направлении линии если вы видите да вот как изгинается листочек пару раз можно таких вот в сторону красненького даже пару линии видите фиолетовая вот так же тени сейчас проложу сразу вот под вот этим нашим листиком чтобы он вышел вперед только тоненько не густо вот нижнюю часть тут вот тоже в сторону синенького тоже то есть вот такая тень также внутри теперь направление все вот как бы листики заворачиваются и вот сюда в центру цветочка приходят линии вот я обрисовываю здесь у нас беленькая будет внутри тоже здесь вот потемнее можно взять даже круглую кисточку здесь полукругом это у нас будет желтый наш такие тычиночки тут вот ну и чуть-чуть вот эти листики тут вот этот можно чуть-чуть отделить тоже сзади дать те линии то есть видно теперь что этот листик у нас спереди отогнут здесь сзади тоже один какой листик совсем сзади сейчас чуть-чуть растушую сейчас чуть-чуть растушую можно еще какую-то линию вот так посередине тоже сделать немножко потемнее и показать направление видите такой большой мазочек вот теперь нам нужно взять чистую кисточку и сгладить все можно взять какую-то мягкую синтетику или вот такую кисточку пушилку я ее называю можно взять кисточку вместо купить в космических магазинах для мейкапа для румян они очень хорошо сюда подходят и вот без красочки я такую растяжку делала салфеточку постоянно в руках так как у нас внизу уже белая краска краска хорошо перемешивается даже возьму сейчас пожестче вот если линия у меня такая еще не сглаживается пушилочкой то можно взять вот синтетику она у меня мягкая но все равно я на нее могу больше нажать чем на мою пушилку пушилка совсем уж мягкая вот и формируем наш листик так естественно так как у нас внизу белая краска у нас тень немножко становится светлее чем изначально мы ее планировали потому что она все таки вот приз вот этом растяжки она у нас светлее становится мы еще подправим нам сейчас главное сделать этот наш плавный переход так так выход убрать излишки краски вот и можно теперь еще раз пройти и посмотреть где нам нужно еще добавить немножко света контраста вот тут можно сделать чуть-чуть в пользу красного такой вот как бы прожилочку чуть-чуть по ярче вот видите я добавляю немножко еще тени у нас появляется больше контраст чуть-чуть розоватым теперь можно побольше кисточка еще раз вот эту тень чуть поглубже сделать и как и и и и И теперь я возьму беленького и вот эту часть. Нужно еще беленьким, если вдруг потеряли белый, то его всегда можно немножко восстановить. Такие складочки, то есть белые и темные полосы. Вот так вот. Ну да, уголочка здесь. Можно и тут тоже такую складочку сделать. Так. Пару штрихов можно, вот я сейчас прям голубую ФЦ побольше возьму более в сине, чтобы у нас было сочетание фон голубая ФЦ и на цветочке кое-где такие светло-голубые. Прямо вот мазочки. Чтобы у нас было все-таки сочетание вместе с фоном. Сейчас я помню листочку и разглажу опять. Смотрите. Смотрите. Вот. Смотрите. Смотрите. Можно ребрышком тоже делать светлые линии. Вот я беру белую красочку и на темном, не шириной, а вот как бы тоненькая линия тоже. Сделать такие складочки, прожилочки. Смотрите. Вот. Здесь немножко неудобно вот плоской кистью работать, потому что края у нас здесь такие волнистые. Вот. И постоянно я выхожу и такие зарубочки выходят. Поэтому лучше, конечно, легче использовать какую-то полукруглую кисточку. Вот. Вот. ТОП. Вот так вот. Вот так вот. Вот такие линии, как складочки, более темным, более светлым, темным, то прокладываю светло-белым, сейчас где-то листик опущен вниз, поэтому все, серединка у нас вот тут, поэтому он изогнут, и поэтому все линии должны снизу, как бы, и вот сюда сходиться, снизу вверх, вот так. 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 Вот так красиво смотрится. Горбак розовый. Так. 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 перевернула для чего я взяла сейчас в баночку чистый разбавитель такую кисточку пожестче и хочу теперь пройти вот и обману разбавитель и почистить контуры то есть бумажка вытираю где я зашла на контуры то есть можно счастье ложка потереть как мне немножко неудобно я чтобы на края не заходить мне пришлось бы закрывать камерой камеру грудью рукой поэтому я работала не так смотрела на контуры но вот хочу показать что нужно бы это все откорректировать вот и по периметру я пройду сейчас и везде очищенные контуры если у вас остается черный кантик вот когда я подтираю то есть краска стирается потом мы возьмем голубенькую сейчас возьму голубенькую и вот кое-где сделаю такой фон вокруг цветочка чтобы не было опять темного контура вот я разобью немножко ту линию которую я потерла зайду под цветочек то есть сначала мы сейчас все подтираем если у вас грязно если вы где-то зашли это вот плюс то что у нас акриловый фон жемок высохшие мы можем спокойненько найти все наши контуры все легко стирается цветочек становится такой чистенькие только вытирайте каждый раз вот грязную красочку окунайте потом в разбавитель и подтираем вот и теперь я хочу вот этого часть внутреннюю немножко проработать немножко еще тени дать фиолетовый и так вот этот листик тоже у нас отгибается то желательно под ним тоже сделать такую более темную тень сайте еще разок и за вот этим светленьким тоже немножко тень и вот тут вот теперь нужно немножко сгорать и чистая кисточкой растянуть эти линии то есть контуры чтобы вот эти линии не смотрелись линиями а вот просто такая глубина тень была вот здесь тоже можно так вот stick что и Продолжение следует... 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 Чуть-чуть затемню. Здесь я еще буду делать контуры, потом красненьким, оранжевым, но я оставлю на попозже. Здесь то же самое, то есть листик также изгибается, вот сюда все линии идут. Такие темненькие складочки, надираю кисточку и потом беленькая, красочкой еще разок растираю, делаю переход. Самое главное в живописи цветов, это в направлении наших мазков, при изгибе листиков, вот это очень важно, понимать, куда идут направления вот этих вот наших линий всех. Вот так. Вот так. Тоже такие волны делаю. Вот так. Вот здесь тени немножко тоже можно углубить. Вот так. Вот так. Вот так. ну и вот этот вот листик остался но его надо так делать что писать сверху вниз то же самое делом единственно сейчас я возьму круглую кисточку снизу мне здесь нужно фиолетовым немножко оставляем вот белым немножко картики как бы вот чуть выше белая картика вот так делаем линию снизу нас будет белый а тут я немножко ложу тень так называется его чуть-чуть такими прямыми линиям как бы растушевываю эту линию и белилами здесь такое как бы расчленение вот такое идет угольная тоненькая кисточка белая красочка можно снизу контур еще больше подправить его можно наверх чуть-чуть разбить чтобы тут можно кинюшку никого в стороны вот так немножко раздваивается листик вот так вот вот так вот вот так 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 вот видите вот эту вот тенежку я немножко смягчила она теперь не смотрится линии так вот так вот вот так вот Продолжение следует... 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 вот как бы вот так идет наш листик тут в принципе контуры не важно вы видели их можно потом разбавителем будет почистить сделаем чары круга в красненькие где-то в синенький наш голубой уфц как фон такая складочка в принципе складочки даже сами получаются когда мы делаем темные и светлые линии они у нас получаются автоматически практически автоматически практически сейчас можно даже чуть белила вот здесь от центра вниз теперь можно взять кистику это побольше пошире вот и без красочки сглаживаем наши переходы наши линии главное опять таки направление все вот линии вот сюда к желтенькому желтеньким нашим тычиночкам до центр цветка так и теперь я вот отсюда подтянул здесь большая кисточка здесь надо поменьше подтянусь Продолжение следует... 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 Чуть-чуть нужно и тут. У нас лист все-таки нижние листики. Они у нас темные, поэтому эти листья должны быть темнее верхних. Вот я сейчас краплаком розовым еще подсвечиваю и растягиваю, чтобы было понятно, что эти листики у нас не светлые, а все-таки они у нас темные. Но тут главное не переборщить, то есть потихонечку все, не спешить сразу все темным сделать. Продолжение следует... Розовиночку дать и растереть. Очень тоненько пишу краски практически, ну прям тоненький-тоненький слой. Чуть-чуть белила. Продолжение следует... Вот я хочу еще складочки более выделить. Вот смотрите, где у нас ступенечка, как бы вот такая, да, выходит. То есть я иду по направлению от этой ступенечки и делаю темную линию вверх. Вот от этого уголка. Сейчас я еще фиолетовую намешаю. Более темные. Такой фиолетовый. Здесь также добавляем контраста. Вот, где у нас ступенечку. тут наши складочки тут тут сделать вот а рядом с темной тенью нужно чуть-чуть светлее наоборот сделать с были вами фиолетовой видите то есть я вожу сейчас более светлый и параллельно то есть контраст темный и светлый делала делать чуть-чуть повыше как бы такая складочка здесь просто я за контура вышла подотру то есть видите вот такая какого ступенечка выходит маленькая такая будет складочка и такую растяжку делаю то есть как бы тень за раскладкой у нас выходит растяну немножко вот получилась такая складочка единственно что нужно будет на контуру еще все почистите 5 снизу так вот здесь например тоже можно чуть-чуть повыше сделать чтобы опять здесь у нас получилась такая ступенечка тень ниже а складочка как бы повыше уголок то есть так мы пишем складки более круглые линии здесь у нас тоже можно вот такую форму сделать изогнуть складочку раз да да далее так да Продолжение следует... 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 связь на полукруглую растягиваю и беру белилки здесь побольше белил здесь тоже и тут уже мы нанесли белило здесь надо немножко красноватый здесь у нас тоже будет наши оранжевые тычиночки поэтому я оставлю пока такое направление следите за моими мазками направление моих мазков сейчас я иду в белый то что белая здесь уже нанесла получается что у нас такой листик изогнуты и это достигается только вот этими направлениям наших мазков здесь я возьму чуть-чуть голубенького тоже потому что на этом листике тоже должен быть голубенькие это у меня розовый краплак то есть сторону синего или в сторону краплака здесь тоже настолько чуть-чуть голубеньким будет тень так 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 тем еще разок так Так. Вот и края немножко тоже в розовиночку опять. Я здесь уже белое нанесла, теперь с розовиночкой. Через белый как бы протягиваю, немножко у меня не с руки. Вот так. Вот так. Так. Чуть-чуть голубенького. И растягиваю. Так. 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 Теперь надо побольше кисточку взять. Так. 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 Там. Здесь тоже можно немножко синеньким, чуть-чуть голубеньким. какие-то там линии складочки можно посиннее небесно-голубой красиво сделать засветить видите как такой небесно-голубой оттенок хорошо смотрится может быть еще добавить его в тени тут такой очень много складочек цветочек поэтому различные оттенки темные и светлые нужно брать чтобы у нас вот эти вот получились такой эффект складок немножко я здесь еще наверху все-таки фиолетовым спелилки и 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 еще зажигать наш цветочек контуры делать более яркими очень к и и а и и и вот перед тем как взять сейчас наш оранжевый красный цвет я пройду еще раз кисточка чистой и почище все мои контуры потому что сейчас я буду уже делать очертания мне для этого нужны уже то есть чистые контуры чтобы я потом нечаянно не смазала то есть я беру мой разбавитель где мой чистенький пожестче тоже грязная и опять подтираю разбавителем контуры если вы зашли я зашла потому что я немножко не аккуратно работаю сейчас на видео обычно я всегда контуры держу когда нормально сижу боком и это неудобно обычно я практически не исправляю контуры вот сейчас мы пройдем и вот эти везде контуры если где-то зашли то есть вытираем разбавителем и делаем все чистенько я почистила мои контуры и теперь еще одна палитра висела кадми красная светлая кадми оранжевый желтый если нет оранжевого то есть хотя бы просто красный и желтый какой то что были если что мы сюда можно красное осветлить желтенький такой поле более оранжевый сделать вот я возьму сейчас просто камни красный и полукруглой кисточкой кое-где вот здесь пример как бы сделаю такие красные подсветы красные оранжевые можете сделать так с фиолетовым очень так прям сияет цветок сразу же мне надо будет руку выворачивать здесь вот 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 И потом смягчим. Он не будет слишком ярким, его не будет так много. И потом смягчим. И потом смягчим. С фиолетовым цветом не такой яркий, он более вписывается. Но иногда яркие контрастики нужно оставить. Конечно, не очень красиво смотрится. Я опять немножко контуры запачкала. Вот так. Ага. Ага. И надо еще нам наверху чуть-чуть. Тоже пройти тоже тоненькой кисточкой или круглой. Тоненькая лайнером таким. По контурам. Возьму подставочку. Потому что здесь, конечно, такие вот тоненькие линии. Вот на наших светлых листиках кое-где мы делаем вот такие красные подсветочки. Вот так. 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 И вот так. Так, тут где-нибудь. Видите, как сразу цветок вышел на передний план, загорелся от красного контура. Так, здесь тоже его нужно вот так обозначить. Давайте здесь где-нибудь. Теперь внесу, здесь тоже я сразу же пройду лайнером. Может быть здесь у меня. Так. Ну, что-нибудь тут. Так. Так. Вот. Так. Тянуть кое-где и сделаем то же самое и белым. Тут вот снизу можно белым. Так. 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 Здесь нужно тоже показать. Так. 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 Продолжение следует... 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 удобнее будет варти Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Так что вот тут. Так что вот. Так что вот. Так что вот. Так что вот. Вот так у нас примерно сейчас смотрится. Сейчас я единственное что кое-где еще. Этот беленький подтяну. Вот. Я возьму сейчас такую круглую кисточку и краплак вместе с кадмием красным. Или камень красный темный или если есть. Ну вот у меня просто кадми светлый плюс краплак такой более красненький. Темно-красный. И вот здесь снизу. И вот здесь снизу я начале таким темно-красным. Сделаю. Ну и тут также. Чуть-чуть на красным. И пойду наверх таким оранжевым. Снимаю. Или желтый с красным смешать. Я начале как бы формирую. Так. Здесь даже побольше надо. Вот так. И сверху кадми желтый средний или кадми желтый темный. Ну то есть такой теплый желтый. Пока я просто как бы такую линию делаю. То есть здесь как бы по направлению к нашему центральному. Центральной вот этой линии. Центральной складочки. Здесь. Желтым. А теперь нужно немножко их более фактурно сделать. То есть сейчас у меня просто такие как бы линии наметок. А сейчас нужно взять более густую красочку. Сейчас я немножко смягчу. Сделаю такой переход. Так. Здесь у нас тоже в центре такая штучка. Вот. Сейчас еще побольше тень. вот и теперь я прям такой какой-то кругленькая кисточка я начинаю просто давать фактуру то есть принципе даже красочка только я начинаю такими тыкающими движениями мне выходит фактура таких вот точечек можно таким фиолетовым темным вот и теперь надо желтый с белинами погуще начинаем сверху вот утром эти точечки делать очки пока я вниз не опускаюсь, делаю верхнюю часть, пока светлую, пока кисточка чистенькая. Теперь можно почистить кисточку и без краски, как бы светло-желтый, буду отпускать уже в красный, красный-желтый, плавный переход делать. Но такими точечками, если первые слои делала просто линиями, а сейчас просто такими точечками, чтобы получилась именно фактура. Еще желтенькие. В темный в светлое, светлый в темное. То же самое тут. Желто-оранжевый, яркий цвет, настолько освежает картину. И сейчас без краски я на фон просто растяжку делаю. посмотрите. Чтобы не было ровного контура здесь сбоку. А вот растягиваю, такое воздушное делаю, как облачко. тоненькими точечками такими. снизу немножко переход сделать. Наверное, я здесь тоже такие точечки сделала. снизу. Снизу. 22. 23. 21. Продолжение следует... 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 так листик заворачивается а здесь у нас селень и И внизу нам нужно сделать наш стебель. Куше кисточку возьму. Желтый, синий, яркий сделаю сначала. А тут вот такой свет у нас. Такая травяная, яркая зеленая краска. Вот тут. Можно даже потемнее чуть-чуть. Как тень такую сделать. Линию. Тень от цветка. Тёмная. Даже ещё я бы её убила сейчас. Побольше синяка. Это краплак у меня немножко схватился. Оно ничего. Он в тени хорошо смотрится. Сейчас мы его растушуем. И вниз я вот эту вот светлую красочку. Даже вот так тоже можно сделать, как ступенечку на тени. То есть здесь ступенечка и тень тоже такую ступенечку имеет. Светлая и потом опять переходит в тёмную. Потому что он должен как бы сливаться вместе с нашим фоном. Степелёк он переходить должен в чёрное. Вот здесь. Растягиваю и свожу на нет. Здесь в темноту пальцем пройти. А здесь я возьму голубую. Небесно-голубую или голубую фото с бельями. Вот здесь контур я справа сделаю голубым. Если здесь я взяла желтым, светло-зеленым, здесь я голубым. И он перемешивается с моим желтоватым стеблем. Выходит бирюзовый оттенок. Здесь светло-зеленый, здесь голубой. И наверху я тоже хочу сейчас таким голубеньким тут сделать. Подсветить. Здесь у нас кусочек стебля тоже виден. Как будто он продолжение идет. Поэтому здесь он тоже такой темный. И вот здесь более светленький. Сейчас я сделаю прям такой голубой с бельями. Такой ободочек. И вот тут еще разок светло-зеленым покажу. Как заворачивается наш листик. Здесь тоже можно. Теперь контур сделать. Зеленым уже сделаю тень. Такой ободочке, где-то идет. Здесь очень хорошо. Брежем. Да. Продолжение следует... Чуть-чуть еще бирюзовый, не бирюзовый, небесно-голубой, но он становится бирюзовым при смешивании с зеленым. Вот я отъехала камера, вот что у нас получилось. Вот такой ирис. Совершенно не темная картина стала, потому что он, конечно, стал выбиваться очень хорошо. И единственное, что еще я хочу сделать, я хочу здесь сделать такую большую каплю с водой. Вот сейчас я приближу камеру и покажу, как сделать вот здесь каплю с водой. Как делаются наши капли? Так как капля наша находится на фиолетовом листике, значит капля будет иметь фиолетовый оттенок и белые блики. Если бы наша капля находилась на зеленом стебле, она писалась бы зеленым и белым. На фиолетовом фиолетовый и белый. Если бы на красном листике была бы красная и белая. Но единственное, основной цвет капли, то есть не белый цвет бликов, должен быть немножко темнее, чем то место, на котором они находятся. Вот сейчас на фиолетовом листике находятся, но значит темно-фиолетовый должна быть такая наша капелька. Вот и давайте попробуем найти такую форму. Она будет довольно большая у нас. Потому что Цветок-то большой у нас. Вот. И я делаю с одной стороны Вот такую как бы каплю, такой вытянутый Крючочек. Немножко неудобно этой кисточкой. Неважно мой внешний контур. Внешняя линия должна быть очень четкая. Не внутренняя, а внутренне мы Ее смешаем. Теперь я беру белую кисточку. И то же самое Делаю с этой стороны. Такой крючочек. Вот. И теперь нам нужно сделать Такой плавный переход от темного к светлому. При этом у нас немножко темный оттенок Посветлеет, потеряется. И мы должны потом будем Немножко еще раз Пройти темным и светлым. Вот я без краски сейчас просто Делаю растяжку от темного к светлому. Видите? У меня потерялась немножко темная красочка. Но мне главное пока внутренности сделать. То есть внутри Сделать вот эту растяжку. Вот. Теперь я беру опять Мою темную красочку. Возьму поменьше кисточку сейчас. И вот эту часть Где капелька как бы висит, собирается Она вот здесь, внизу. И там нужно сделать ее потемнее. И опять я чуть-чуть Растягиваю. Дело в том, что эта фиолетовая краска Она прозрачная. А белая Она такая покровная. Это титановая белила. И фиолетовая здесь Вот при перемешивании Постоянно будет немножко теряться. Поэтому возможно Даже вам придется несколько раз Не два, а больше Три раза делать этот переход. Пока Вот это темное место С левой стороны Будет довольно темным. Но в то же время Должен быть плавный переход От темного к светлому. Так как у нас листика Как бы вот в эту сторону наклон То я думаю, что надо Капельку вот немножко Вот сюда вывести Под углом таким Как бы вот Как будто она вот так свисает Так, белым еще раз Это вот да Проблема такая Особенность Когда Краска прозрачная Если, например, красный листик был бы Не петлю каплю Было бы легко нарисовать Потому что накладный красный Он такой Довольно покрывной Вместе хорошего качества Брать краски Мастер-класс Не у дешевых Там более прозрачный Вот И тут бы мы Ну тяжело пришло Было бы нам Чтобы потерять Красную тень Но фиолетовый Быстро Он у нас прозрачный Поэтому здесь Вот этот вот Тень фиолетовый Не так легко Не потерять Скажем так Вот здесь Чуть-чуть потемнее Прям нужно Так И еще Тень у нас Должна быть Вот тут Сейчас я посмотрим Сейчас мы Этой тенью Можем отрезать То есть Как бы Вот так У нас идет Тень От нашей капли Тень Вот как бы до середины капельки Вот так здесь тень Теперь нам нужно еще раз все-таки я сделаю больше контраст Чем больше контраст здесь, тем капля будет объемнее смотреться То есть по контуру прям тоненькой кисточкой Чем темнее тень и светлее свет, тем капля будет объемнее Немножко еще прямо на границе тень Затемнило Также здесь сейчас я Ну и осталось последнее Ставим блики Сейчас я возьму белую красочку Здесь у нас будет на темном Свет Вот здесь посветлее Сейчас я немножко надо растоптать Вот так вот Чуть-чуть контур восстановлю снизу. И также на фиолетовой тени тоже будет такой рефлекс. Сейчас мы его сделаем. И вот тут вот такой рефлекс, который нужно сейчас будет просто немножко растоптать, чтобы не было такой, это все-таки тень, это не капля, то есть этот рефлекс должен быть таким мягким. Вот. 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 Если я отъеду камера, то вы видите, как смотрится эта капля. Очень реалистично. Вот. Единственное, что я все-таки хочу форму немножко ее вот вот сюда дать, вот как будто она вот стекает вот отсюда чуть-чуть неровно, а по направлению нашего листика. Раз. Загнуть ее чуть-чуть загнуть, скажем так. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...